Врач-онколог Аслан Загаштоков ведет прием в Видновской взрослой поликлинике с февраля этого года. Ординатуру, а затем и аспирантуру проходил в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина. Несколько лет работал в московском онкологическом диспансере онкологом-гинекологом. Параллельно с врачебной деятельностью Аслан Загаштоков пишет кандидатскую по теме рак яичников. Тяжело поддается лечению. Методы хирургические, то есть большие споры в отношении первичной циторедукции и интервальной циторедукции. Было интересно заняться этим вопросом. Работу свою доктор любит, признается, часто приходится быть и врачом, и психологом одновременно. Нести до пациента, чтобы пациент и понял, и, соответственно, эмоционально не загрузился в этом плане. То есть нужно подбадривать пациентов, объяснять, что все будет хорошо, тем более сейчас существует множество различных препаратов. Пациенты это чувствуют и с удовольствием идут к доктору на прием. У него уже второй раз, первый раз была, мне очень понравился. Он такой вежливый, он такой внимательный. Хочется все врачи, чтобы такие были вежливые, хорошие. Нам что, много не надо? Нам главное – внимание хорошее. Мне он очень понравился. К сожалению, онкология долгое время может вообще никак не проявляться. Поэтому, чтобы вовремя выявить патологию и не упустить драгоценное время, доктора советуют регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию. Гинеколога для женщин в обязательном порядке. Соответственно, молочные железы проверять, по крайней мере, раз в год проходить для возрастных пациентов, старше 50 лет, маммографию. Что касается, ну и рентген, флюорографию грудной клетки. Также советует доктор Загаштоков, стоит посетить онколога, если общее состояние вдруг поменялось. Появился дискомфорт, боли, одышка, начали выпадать волосы. Своевременное обращение за медицинской помощью – уже половина успеха. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.